За два с половиной месяца. Первым делом депутаты побывали на новой модульной котельной на ДОКе. Она была построена в кратчайшие сроки. С началом нового отопительного сезона микрорайон обогревается без проблем. Прошлый год уже было холодновато на ДОКе. Были обращения граждан. Я понимал ситуацию. Общался с тем же Шкарпицким. Даже с Адамом общался по этому вопросу. Понимал, что ситуация выходит из-под контроля. Поэтому было принято решение, что я вкладываю деньги с последующей передачи предприятия в Лизин, нашему муниципальному предприятию ОКИТС. И они через пять лет отрабатывают эти деньги, возвращают мне деньги, а котельная остается у них. Современный тепловой пункт с тремя импортными котлами на автоматизированном управлении обошелся Андрею Палкину почти в 40 миллионов рублей. Мощности этой маленькой с виду котельной хватит на весь микрорайон и даже с запасом. Это передовой опыт частного государственного партнерства в Архангельской области. Котельная мне приятно порадовала, что европейское качество появляется в наших городах. Раньше мы ее видели только на выставках. То есть я посещал выставки большие, да, и мы видели это все на стендах. Теперь мы видим в нашей области. Я вам завидую, хорошей зависти. У вас есть газ, и поэтому у вас есть такие инвесторы, у вас вменяемое руководство, хорошее руководство в городе, которое создает условия для привлечения инвестиций. Следующий объект, который посетили областные депутаты, насосная станция третьего подъема в Южном микрорайоне. Ее строительство началось шесть лет назад. Общая стоимость объекта – 136 миллионов рублей. Сегодня освоено чуть меньше половины – 61 миллион 915 тысяч рублей. Из них немногим более 12 миллионов – средства областного бюджета и около 50 миллионов – вложения города. Даже на условиях софинансирования обеспечить ежегодное крупное бюджетное вливание не удается. Поэтому работы затягиваются. Новое решение старой проблемы – привлечь федеральные деньги. Это становится реальным благодаря тому, что Котлас вошел в государственную целевую программу развития въездного туризма в России. Недавно прошли торги. Сумма контракта – 56 миллионов рублей. Из них 50 миллионов мы планируем получить в рамках вхождения в федеральную программу развития въездного туризма. И в рамках кластера эти деньги будут направлены на завершение строительства. Третий пункт в маршруте следования рабочей группы – Котельная Лиминская судостроительная компания. До недавнего времени крайне проблемный объект. Жители Лиминды сегодня с теплом только благодаря тому, что в августе тепловой пункт взял в аренду муниципальное предприятие объединения котельных и тепловых сетей. Ежемесячный арендный платеж составляет 120 тысяч рублей. И это далеко не все расходы, которые несет УКТС. За короткий промежуток времени наше предприятие привело систему в порядок. При включении были и прорывы, но это все оперативно устранялось. И сейчас мы как раз ведем переговоры с правительством Архангельской области. Областные депутаты подключены к этому вопросу для того, чтобы привлечь инвестиции в рамках подготовки к зиме уже следующего года. Ну и как вариант переключиться на нашу котельную, либо заключить какие-то долгосрочные отношения с собственником ЛСК. Продолжение следует...